Как хлебозаводам выжить и стать прибыльным бизнесом в суровых условиях Арктики? Где найти хорошее оборудование и специалистов? Как наладить логистику и не разориться на доставке ингредиентов в условиях санкций? Эти вопросы обсудили руководители машиностроительных производств и представители Российского Союза Пекарей. Организация существует уже более 25 лет и помогает решать проблемы хлебопекарной промышленности. За последний год хлебозаводам всей страны пришлось перейти с зарубежного оборудования на отечественное. Благодаря этому компании-поставщики получили серьезный толчок к развитию. Сейчас им удается закрывать потребность производства в аппаратах для хранения, просеивания, смешивания муки, устройств для упаковки готовых изделий. Но есть и сложности. Есть, конечно, проблемы. Есть проблемы с логистическими цепочками, есть проблемы с комплектующими. В общем, меняется ситуация, мы видим, ежемесячно, поэтому прорабатываются новые пути поставок. Приходится находить новых поставщиков и заниматься в части автоматизацией много, искать новых каналов и новых решений для того, чтобы закрыть эти позиции. Как поддержать пищевое машиностроение – главный вопрос на повестке заседания хлебопеков. По мнению специалистов, нужно увеличить объем вложений и освободить компанию от налогов на 5 лет. Мы стартуем не с нуля в российском машиностроении. Да, нет у нас роботов, да, не хватает где-то лазерных обработок. Это все достижимо, это все возможно. Наши неокры работают, наши неи работают, институты работают. Нам нужно дать машиностроению выдохнуть чуть-чуть, да, там, чтобы они набрали силу. Вы знаете, нельзя корову не кормить и много доить. Нужно сначала хорошо кормить, а потом вы много доите. Хлебопечение – процесс непрерывный. Чтобы так и оставалось, представителям отрасли необходимо объединяться и общаться с федеральной и местной властью о проблемах и успехах производства. Как это осуществить и должен решить Российский Союз Пекарей по итогам поездки по всей стране. Кирилл Грапиняк, Борис Савельев, ТВ21+.